Страшно. Ну самое главное, что надо быть занят. Так главное не заходить. Ребята, когда вот люди не замечают, главное... Выдавайте место, где это будет стоять. Мы так понимаем, что... Ну, Барень, например, её здесь видел, а он просто видел. Конечно. Это уже дальше работает Александр. То есть ты должен так рассказать про бабушкин компо, чтобы они, как бы все, кто сели, садились, как сейчас. Потому что сегодня у нас модереновой физ. Вы знаете, что вы кажете с Мандериной? Да. Разные способы, ты можешь сам придумывать историю. Врачай подходит так, тихо, да? Вот, 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 вот. У нас есть бабушка. Это неинтересно. Это красиво может быть. Это может быть грамотно. Но это незаметно. В рекламе работают другие правила. Это должно, вот, как я говорю, проголеваться. Сами, не проголеваться. Ты знаешь, у меня не работает. С утра сажаешь сюда официан. Ты говоришь, ребят, 10 компотов, кто себе продаст, один из ваше. Вам это интересно? Ну, только со мной свои заветка. Понятно. Ты вот эту стратегию выстроил. Могу я пообещать? Да. Какими должны быть именем, чтобы оно было продающе? Доступно. У меня глубокое движение. Я работал с торговцами. Там у нас был узбекский ресторан, испанский ресторан, китайский, японский ресторан. И мы на 8 марта стояли полные. Я пришел к управляющему, я говорю, ребят, а у нас у всех очереди стояло. Просто вот с утра и до вечера стояла очередь. Я говорю, ооо, цены разные, вот цены разные. Здесь дороже, здесь дешевле, здесь опять там, здесь суши, здесь роллы, там плов. Полторы тысячи рублей на человека. У всех. Средний счет. Полторы тысячи. Значит, у человека вот есть на кармане 3 тысячи. Он берет свою девушку и идет в ресторан. Ему не важно, чего есть. Он готов потратить полторы тысячи. Но, у нас в ситуации, сюда приходят люди, и они хотят за эти деньги покушать. Там у нас реально было просто, что очередь здесь, что здесь, что здесь. Куда ни занимайся, все равно будет очередь. А если у человека есть выбор, значит он пойдет там, где он за свои полторы тысячи наезд. Получит максимальное удовольствие. Подчас продаются вещи, не достойные внимания. Самые большие продажи делаются, как и странно, на простые картофельные пюре и картофельные сосиски. Пельмени. Которые не домашние, а магазины. А почему? Потому что они не по-разному дешевле. Вот я поднапрелся с заведением, в котором они даже не скрывают. Обычные пельмени из магазина. Стратегия другая. Часто люди идут в ресторан, и обязательно нужен повод. А есть кафешки, в которых ты не задумываешься о цене. Просто там дешево. Но ты туда ходишь каждый день по два раза. Может быть и три раза. А что ты имеешь? Еще и второе. А почему? Потому что очень достойно. У тебя вот эти полторы тысячи хватит на два раза. Ну ты не задумываешься об этом, задумываешься. А раз люди об этом не задумываются, значит народу много. А раз народу много, люди идут с дороги на народ идут. Получается, в заведении разного уровня люди. Те, которые приехали по оградушить, и те, которые на пельмени. И они рядом сидят. За ним же весело. Санта? Показывает все. Готовно? Да. Что мы? Как вы любите? А почему не было? А почему не было? А почему не было? Скоро 3 градусов? Скоро 3 градусов? Ну, это в том числе и кузне 8. Ниже чем? Что у нас есть? Скоро 1 числе стоит? Ниже чем у остальных. Ниже на сколько? Привожу пример. Пять утону новых. Ухранить тремя, да? Да. Конкретно. На 20 процентов, на 15 процентов, на 100 процентов. Ты пригляни. В сравнении с Болом Тайсом или там не знаю. С какой? Джеймисоном. Выше. Выше? Да. На сколько? Я не знаю. А у нас хаос позиции, что стоит на риске? Джеймисон. А его что, нету? Есть. А Джеймисон дешевле? Да. А почему на самом деле? Потому что это скотч. Канадский риск. Японский риск. И? Потому что это скотч. Я готовы для меня. Если это японский, какой же это скотч? Он похож на скотч, он такой же пример. Он японский риск пошел. Вот. Все масло. Да. Очень часто я риски. Да. Скотч. Более 43 градуса. Ну. Еще. Плюс 100. Так что ему надо меньше. Да. Наслажим почему. Да. Да. Здравствуйте. Я занимаюсь вашим вопросом. Да. Спасибо. Наслажим вам какой-то? Нет. Морографом. Да. 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 Морографом. Ну, так сказать. Горячка. Ну, так сказать. Ой, хороший. Да. Морографом. 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 Они мне цветы. Морографом. Тоже. Да, сейчас выключим.